Дилемма между родительскими чувствами и религиозными убеждениями едва не стоила жизни полуторагодовалому ребенку. Врачи впервые оказались на перепутье. Их долг спасать маленькую девочку, их обязанность прислушиваться к мнению родителей. Но что делать, когда отец, последователь секты, свидетель Иегова, добровольно обрекает на смерть свою дочь, запрещая делать ей переливание крови? Если бы не сделали переливание крови? Ну, мы бы уже не разговаривали с вами по поводу здоровья и состояния ребенка. В больницу имени Рауфаса маленькую Арину Мамровскую доставили в критическом состоянии. 26 марта на окраине Петербурга девочку ее мать сбила машина. Водитель попытался скрыться. Его остановили очевидцы, едва не учинили самосуд. В детскую больницу ребенка привезли с открытой черепно-мозговой травмой. Состояние оценивалось как крайне критическое. Жизнеугрожающая ситуация, она буквально по минутам требует каких-то действий, соответственно, со стороны врачей. И врач не может быть со связанными руками, то есть бездействовать. Вот в данной ситуации происходило точно так. Когда спустя несколько часов после аварии отец Арина приехал в больницу, врачи готовились начать переливание крови девочки. Но родитель потребовал отменить процедуру, так как она противоречива его религиозным убеждениям. Врачи, которые впервые столкнулись с подобной ситуацией, обратились к полномочным по правам ребенка. Мы созвонились и с комитетом по здравоохранению, и с городской прокуратурой, потом вышли на районного прокурора. И буквально, так сказать, уже уезжающего с работы судью, председателя суда Смольнинского района, попросили остаться для того, чтобы было принято экстренное решение. По словам Светланы Агапитовой, врачи пытались уговорить религиозного отца. Врачи подробно объясняли, какие меры для спасения Арины необходимы. Адем свидетелей Иговых стоял на своем. Когда дело поступило сюда, в Смольнинский районный суд, счет шел уже на минуты. Девочка умирала буквально на глазах. В здании в 7 часов вечера находился шульгия Зоя Смирнова. На экстрем заседании присутствовали представители органов опеки, прокуратуры. Отца малышки так и не удалось найти. Спустя полчаса после начала процесса суд разрешил врачам начать переливание крови. У меня у самой чуть слезы не полились от того, что в какой ситуации сейчас находится ребенок. И мы решаем элементарные вопросы с тем, что должен решать родитель на месте, без раздумий. Продолжить спасение Арины позволила 41-я статья Конституции о защите здоровья и профильный закон. А вот удастся ли вернуть ребенка к полноценной жизни, пока неизвестно. Состояние девочки врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Валерий Фенек, Михаил Холкин, Евгений Нестеров, РЕН-ТВ, Петербург.